Эфир канал ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, смотрите сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По данным следствия, вечером в октябре прошлого года обвиняемый пришел в гости к семейной паре, проживающей по соседству в одном из сел Новосибирского района. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт на фоне ревности, в ходе которого гость нанес несколько ударов по лицу хозяину дома, от которых он упал и ударился головой паром дверей. И был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. 50-летней жене пострадавшего повезло меньше. Едва мужа забрали врачи скорой, подогретый алкоголем гость переключился на нее. В дальнейшем, в ходе распития спиртного, произошел конфликт между женщиной и обвиняемым, в ходе которого последний ножом нанес 81 удар в шею и голову потерпевшей, а также множественные удары по ее телу руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый скрылся. Перед тем, как сбежать, злоумышленник связал потерпевшую проводом от электроприбора. Полицейские задержали предполагаемого преступника по горячим следам. Грозит фигуранту серьезный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело рассмотрят в Новосибирском областном суде. Спасатели МАЗ достали из колодца на улице Петухова. В Новосибирске труп мужчины. Пока известно немного. Погибшему было 42 года. Причину смерти выясняют эксперты-криминалисты. Прокуратура Кировского района, в свою очередь, инициировала проверку, чтобы узнать у теплооснабжающей организации, как в коллектор попал человек, и не нарушено ли законодательство при обслуживании системы во время отопительного сезона. По другим темам, главу Тольменского сельсовета признали виновным в превышении полномочий и растрате. Приговор по делу о должностных преступлениях сегодня вынес Искитимский районный суд. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Сергей Матвеев пять лет назад, вопреки установленному порядку, принял единоличное решение и заключил два договора соцнайма с людьми, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. Одну из выделенных квартир даже приватизировали. Чиновника оставили на свободе, но наказали рублем в пользу государства. Его обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей. После вступления решения в законную силу с должностью в администрации осужденному, скорее всего, придется попрощаться. Пристава из Калининского района Новосибирска уличили в получении взятки в значительном размере. Сегодня фигурантка коррупционного дела предстала перед судом. Следствием установлено, что в период с октября 2020 года по июнь 2021 года судебный пристав-всполнитель по находящемуся у нее исполнительному производству неоднократно получал от гражданина, являющегося взыскателем по делу, денежное вознаграждение за совершение входящих в ее служебные полномочия действий, направленных на обращение и взыскание на имущество должника, именно на розыск, наложение ареста, изъятие и принудительную реализацию его имущества. Деньги взяткодатель перечислял Дарьи Пономаревой на карту. В общей сложности за работу, которую она и так должна была выполнять, женщина незаконно получила 83 тысячи рублей. После скандала из районного отдела Федеральной службы судебных приставов фигурантку уволили. Сейчас она работает кассиром на заправке. Одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Если вину подсудимой докажут, ей грозит реальный срок и штраф в 30 раз больше полученной мзды. На Кузбассе приговорили курьеров-мошенников из Новосибирска, которые разводили людей по старой схеме. Родственник в беде нужны деньги. Пенсионерки из Новокузнецка позвонили на домашний телефон. Сообщили, что ее дочь стала виновницей преступления. Но есть возможность откупиться от следствия. Потребовали собрать необходимую сумму, пообещав вскоре приехать за наличкой. Всего на такую уловку аферистов попались 10 пожилых женщин. Вычислить курьеров смогли только на последнем эпизоде с 90-летней бабушкой. Задержанными оказались четверо жителей нашего города. Общую сумму ущерба полтора миллиона рублей напарники уже возместили. Аферистов признали виновными, но наказали условно. Сроки от двух с половиной до четырех лет. Туалетную бумагу вместо крупной суммы обнаружила в носке жительница Бердска после общения с гадалками. Женщину обработали две незнакомки, заявившие, что если не снять порчу, все может закончиться фатально. Теперь проблемы у самих ворожей. Их задержали. Потерпевшая, говорит, встретила целительниц на улице. Сначала к ней подошла одна, заговорила зубы и напророчила большое несчастье. Тут же подбежала вторая. Дама была в положении и очень убедительно стала благодарить ворожею за грядущее пополнение в своем семействе. Схема старая. Спектакль две аферистки разыгрывали не раз. И Берчанка купилась на лесный отзыв. Из дома вынесла фотографию и носок, в который по указанию гадалки положила 171 300 рублей. Магическая процедура заняла всего пару минут. Целительница и ее поклонница удалились. И лишь тогда жертва опомнилась. В том самом элементе одежды вместо купюр нашла туалетную бумагу. Гражданка сразу же сообщила о произошедшем в полицию и передала приметы подозреваемых. Информация была направлена всем наружным нарядам. Через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц Бердска увидели двух женщин, подходящих под описание. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел МВД России по городу Бердску. Полицейские сработали оперативно. Есть информация, что две гастролерши прибыли в наш город ненадолго. После нескольких удачных гаданий снятия порчи вернулись бы в соседний регион. На территории Новосибирской области она регистрации не имеет. Зарегистрировано в городе Красноярске. Нигде нетрудоустроена, не имеет постоянного источника дохода. Учитывая указанные обстоятельства, следствие полагает, что находясь на свободе, она может продолжить заниматься преступной деятельностью. Кстати, напарницы уже не раз привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Послужной список гадалок весьма внушительный. Но на судью их актерские способности и ворожба не подействовали. Берский городской суд удовлетворил ходатайского следователя и издал подозреваемую меру пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия. Пока следователи разбираются в хитросплетениях этого спектакля, фигурантки будут в СИЗО. Кстати, одна из гадалок действительно ждет ребенка. 15-летнего подростка будут судить за грабеж в Новосибирске. Следователи СКР завершили работу над делом. В железнодорожном районе города юный злоумышленник напал на незнакомца, избил его по лицу и похитил наручные часы за 8 тысяч рублей. Жертвой школьника стал 18-летний прохожий. В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал свою вину. По решению Фемиды налетчика могут отправить в воспитательную колонию. Посылок не будет. Группа неизвестных этой ночью устроила несанкционированный шоппинг на юго-западном жилмассиве Новосибирска. Судя по записи с камеры домофона, орудовали там дети. Они вскрыли припаркованную во дворе газель, в которой беспечный экспедитор оставил коробки с товаром крупного маркетплейса. Кое-что злоумышленники забрали себе, остальное выбросили в сугроб на улице Полтавской. Сотрудники полиции уже осмотрели место преступления и начали искать причастных к его совершению. А пассажирку поезда Новосибирск-Кемерово улечили в краже дорогостоящего смартфона. Преступления транспортные полицейские Кузбасса раскрыли по горячим следам. Выходя из вагона, 44-летняя рецидивистка увидела лежащие на столике в купе гаджет и не смогла устоять перед соблазном. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, схватила чужую вещь и спрятала в свою дорожную сумку. По терпевшему причинен ущерб на 40 тысяч рублей. Похищенное правоохранители изъяли и по завершении всех следственных действий вернут законному владельцу. А охотнице за чужим добром светит новый срок – до пяти лет лишения свободы. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp 8-983-510-2005 или на электронную почту редакции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, экстренной НСК. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи на ОТС. Субтитры подогнал «Симон»